Исаак Бабель. В щелочку. Рассказ. Есть у меня знакомая, мадам Кепчик. В свое время, уверяет мадам Кепчик, она меньше пяти рублей ни за какие благи не брала. Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире две девицы, Маруси и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару. Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, а другое отдушено под потолком в ванную. Я увидел это, и сказал Фанни Осиповне Кепчик. По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Маруси. За это пять рублей. Фанни Осиповна сказала, ах, какой избалованный мужчина, и согласилась. По пяти рублей она получала нередко. А кошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Все шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие. Я стоял на лестнице. Электричество Маруся, к счастью, не погасило. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и веселый малый, с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно, снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует, нет ли в подошве изъяну. Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался слезать. И в это мгновение я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мною. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вешу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются Фаня Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме Министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо. Мерзавец! Ах, какой мерзавец! Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом. Подходит к долговязому, целует от чего-то его руку и плачет. Плачет и говорит, целуя. Милый, боже мой, милый! Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фане Осиповне. Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, от чего девушка целовала долговязого? Мадам Кепчик, говорю я, приставьте лестницу в последний раз. Я дам вам десять рублей. Вы слетели с ума, как ваша лестница, отвечает хозяйка и соглашается. И вот я снова стою у отдушины, заглядываю снова и вижу. Маруся обвела гостя тонкими руками. Она целует его медленными поцелуями и из глаз у нее текут слезы. Милый мой, шепчет она, боже мой, милый мой. И отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник, долговязый. И долговязый деловито блаженствует. Продолжение следует...